всем привет народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами о том как повысить средний урон если сложить все ваши вопросы которые вы время от времени задаете про средухи складывается впечатление что большинство наверное хотели бы улучшение своей статистики путем какой-нибудь галочки в настройках там клацнул и все готово или выбрал там какой-нибудь параметр оборудование или танчик и все и средуха пошла в поисках легкого решения но его нет легко и просто не будет это сразу нужно уяснить и понять это первое второе что ни в коем случае нельзя делать если хочешь повышать статистику и особенно средний урон самое главное это нельзя заранее себя начать отговаривать и придумывать какие-то отмазки например заранее все решено подкрутки открутки все равно там нет смысла стараться да у меня не получится я все равно играю на чили на расслабоне я игра для удовольствия в общем набор отмазок и отговорок почему вы сами себе не даете повышать статистику вы и так знаете если у вас такой настрой то в принципе нет смысла этим заниматься поскольку переходим к первому пункту легкого решения этого вопроса нет а если вы еще усложняете сами себе задачу то тем более ничего не улучшится с этим я думаю мы и уяснили идем дальше самая распространенная ошибка почему у вас мало урона вот вы допустим там какой-то средний игрок и у вас уже довольно таки много боев но средухи все и нет и нет то в каком-то бою мы набили то в каком-то не набили а все почему вот turbo бой turbo слив turbo победа мы ничего не успели мы ничего не сделали ничего не настреляли а вы спешили в этих боях на стрелять я много видел боев стримов реплеев много вижу как играют люди они сами не спешат за своим уроном они себя не подгоняют а если бы и хотели быстрее набивать и больше то не всегда понимают а как подъехать к врагу чтобы бесплатно дамажить ведь нужно молниеносное принятие решений в любой ситуации во время боя максимально активно агрессивно и при этом не сливаться поскольку залог хорошего урона это не только активная игра без ошибок но еще и с хорошим процентом выживания поскольку если вы постоянно играть активно но вдохните мертвым и урон не набьете соответственно не затащите бой не получите лучший процент побед лучше в n8 больше фрагов все это взаимосвязано и так если вы давно играете но средуха не растет значит вы себя не подгоняете недостаточно оперативно и быстро реагируете на ситуацию в бою медленно под них подстраивайтесь перестраивайтесь не спешите за уроном или не можете из одной тактики быстро перестроиться в другую из-за чего не успеваете набить урон и поучаствовать как можно в большем количестве моментов в бою вы должны вспомнить весь свой опыт наигранного количества боев что у вас было в прошлых боях если враг находится там то и там то как нему подъехать чтобы легко его раздамажить какие позиции использовать можно вкатывать вперед или нельзя что для этого нужно делать нужно постоянно в голове держать всю геометрию карты все улицы прострелы основные кусты основные позиции карты у картохи не сложные по структуре пару основных кустов пару основных позиций одно-два направления там для тяжей с одним поворотом и двумя кучками мусора все эти места на каждой карте нужно знать помнить потому что каждый бой как вы играете вы запоминаете наматывайте на ус не просто бездумно там а я по кайфу играю но чё-то ж вы в бою видите чаще смотрите на карту и думаете можно подъехать вперед еще поиграть активнее там от какой-то позиции или нельзя что будет дальше если вы поедете вперед откуда в то место будут прострелы слева справа спереди есть там враги или нету на мини карте все показано или если враг не светится то на каком классе техники и чем он скорее всего занимается и в какой стандартной позиции скорее всего он находится об этом обо всем нужно мгновенно подумать принять решение и только в такой ситуации вы будете настреливать урон вот видите сколько всего нужно делать и о каком количестве вещей нужно думать каждый бой чтобы играть активно не ошибаться подгонять себя за уроном и при этом не сливаться держать высокий процент выживания а высокий процент выживания нужен еще для того чтобы в конце боя затащить катку а для этого нужно накопить опыт а как накопить опыт нужно просто поучаствовать в огромном количестве окончаний боя чтобы вы знали как в основном действуют игроки как их обманывать как они скорее всего будут делать, чего от них ожидать и как их переигрывать. И только в такой ситуации у вас будет высокая средуха, высокий процент побед, высокий процент выживания, соответственно высокий вен 8. Да, легче сказать, что все подкручено-откручено, заранее решено. Поскольку, чтобы все это сделать, то что я рассказал в этом видео, нужно потратить много времени, много сил. И при этом, при всем, можно потратить много времени и сил и не научиться играть, поскольку можно потратить эти силы и время в неправильное направление. Заучивая и натренировывая тонны ошибок и неправильный геймплей, вы можете в итоге оказаться неисправимым слабым игроком. Если будете там на каком-то песочном танке натренировываться какому-то отсталому геймплею, скудному, нищему, с недостаточным количеством механик, то вы будете слабым игроком, который заучил ошибки и слабую игру. И исправить такое будет крайне сложно, поскольку на более высоких уровнях, там больше механик, больше тактических маневров, приемов, больше можно и нужно делать каждый бой. Скилла требуется больше технического, тактического. Нужно, в принципе, огромное количество знаний, чтобы на высоких левелах тащить. И еще не менее важно много опыта. И еще нужен правильный настрой. Если вы играете невнимательно, чем-то отвлечены, у вас горит жопа, вы соответственно будете играть намного хуже. На мой взгляд, есть смысл сначала тренироваться на средних левелах, на нормальных каких-то танчиках, по типу там Т-34-85. Потом переходить чуть выше, там на седьмой уровень, там какой-нибудь Т-29, чтобы научиться играть на тяжах, понять позиции на картах, как играть от башни и так далее. Потом можно перейти на восьмерочки, на девяточки, лучшие танки в восьмых-девятых уровней и какие ветки качать на канале, видео об этом есть. В общем, я думаю, вы поняли, что если вы новичок, чтобы хорошую статистику набивать, вам нужно сначала накопить опыт и натренироваться основам игры. Откатать много боев с правильным геймплеем, с использованием позиций, тактик, механик, активно играя, чтобы понять, как играть агрессивно, подсвечивать врага, не получать люлей, вовремя, в любой момент выкатываться, давать урон, если враг что-то там задремал. В какой момент можно это делать, в какой момент нельзя, потому что его кто-то прикрывает. Запомнить, где какие прострелы на картах, стандартные позиции. Нужно чувствовать бой каждую секунду, где куда можно поехать безопасно, где очень опасно. Все эти знания помогут вам понять, в какой момент можно ехать в атаку по флангам, а в какой момент нельзя. Это огромное количество знаний и информации каждый бой помогут вам в этом разобраться. Иногда люди спрашивают на стримах, а как понять, когда ехать в атаку, когда ехать в защиту, как ты выбираешь направление и так далее. На этот вопрос нету простого ответа. Это огромный накопленный багаж знаний, натянутый на ситуацию в бою, которая всегда разная. Но еще очень простой совет, который поможет многим. Не накатывайте тысячи боев на самых плохих танк, самых слабых и ужасных. Если вы вообще не можете понять, какой танк сильный или слабый, вы хотя бы зайдите на какой-нибудь сайт, где можно посмотреть планки на три отметки. Сколько нужно суммарки на тот или иной танчик, на каждом уровне. На протанке ТВ можно это посмотреть, на Левша ТВ сайты такие, там и модпаки можно скачать. Или вот сайт, которым я пользуюсь, ганмаркс.полероид.ру. На этом сайте я смотрю планки на три отметки. И здесь сразу видно, у кого планка очень низкая, тот танк мусор. У какого танка планка высокая, на том любят часто играть статисты, танк сильный, танк популярный. Остается только научиться на нем играть, чтобы набивать такие же невероятные результаты. Поскольку складывается впечатление, что большинство танкистов, которые вообще не задаются вопросами о повышении чего-либо в плане статистики, как специально выбирают самые конченые танки и накатывают на них огромное количество боев. Зачем? Непонятно. Видимо для удовольствия. Вот такие мои мысли по поводу того, как поднять средний урон. С вами был Варч, карать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok